Давайте с вами поговорим об учении движения веры, то есть, собственно говоря, тот фундамент, на котором оно стоит. И ключевое учение движения веры, это, конечно, учение о вере. Что представляет собой это учение в устах проповедников веры? Прежде всего, давайте поговорим о том, что в учении веры называется закон веры. Отправной точкой богословия веры является метафизический постулат о том, что физический мир окружен постоянно неким духовным миром или четвертым измерением, как его некоторые называют. Жизнь духовного мира, как и жизнь физического мира, управляется определенными законами, нарушить которые не может никто, даже Бог. Эти законы объективны и нерушимы. Зная эти законы и умея ими пользоваться, мы можем производить изменения в духовном мире. А поскольку духовный мир является более высоким или более важным, чем мир физический, то эти изменения, которые происходят в духовном мире, потом обязательно происходят в мире физическом. То есть, то, что мы меняем там, обязательно отражается на нашей физической жизни на Земле. Одним из главных духовных законов, вот те самые объективные законы, которые всегда работают, является так называемый закон веры. Кент Хеггин формулирует его следующим образом. Чтобы получить что-либо от Бога, ты должен обрести уверенность в том, что обладаешь верой. Хеггин тут же поясняет, что иметь уверенность в том, что обладаешь верой, означает иметь веру в собственные слова. Иными словами, получить что-либо от Бога можно только в том случае, если ты не сомневаешься в своих словах, в том, что ты произносишь. Более того, Хеггин говорит о том, что очень важно отличать веру от надежды. Поскольку Господь обещает ответить на молитвы, которые произнесены именно с верой, а не с надеждой. Чем отличается вера от надежды? Хеггин поясняет, что вера, в отличие от надежды, всегда считает, что Божьи обетования уже исполнены. Как он говорит, вера всегда в настоящем времени. Помните, что если это не сейчас, то это не вера. Вера в настоящем времени. Даже если вы скажете, что верите, если вы ставите это в будущее время, вы не верите, вы надеетесь. Для того, чтобы иметь успех, это должно быть в правильном времени, в настоящем времени. Некоторые люди верят, что Бог что-либо сделает для них, но вера верит, что Он сделал и делает. Всегда это уже произошло. Одним важным аспектом всех законов, о которых говорит движение веры, законы духовного мира, это то, что они, как и законы земные, обычные физические законы, объективны. То есть, грубо говоря, они не зависят от веры человека. То есть, один и тот же закон Ньютон одинаково справедлив для всех людей, во что бы они ни верили. У индуиста камень падает на землю с тем же ускорением свободного падения, что и у христианина. У атеиста с тем же ускорением, что и у индейца майя. Для всех людей, живущих на земле, один и тот же физический закон одинаково работает, во что бы они ни верили, даже если они не верят в сам физический закон. Это объективная реальность, которую можно отрицать, но которую мы не можем изменить. Соответственно, Хейген говорит о том же самом. Он говорит, раньше меня беспокоило, когда я видел, что неверующие получали результаты, а члена моей церкви нет. Но потом меня озарило, они, то есть неверующие, действовали по закону Божьему, по закону веры. Это похоже на включение в электросеть. Если мы научимся, как подсоединяться к этой сверхъестественной силе, то мы сможем использовать ее для себя, и мы будем исцелены. Если бы все больные во всех больничных палатах только знали об этой силе и о том, как ее включать, то они исцелились бы от всех своих болезней. Иными словами, существует некая объективная сила, некие объективные законы, которые человек, независимо от того, во что он верит и что он исповедует, одинаково может использовать. В этой системе получается, что доверие Богу подменяется, по сути, верой в свои слова, а знание Бога умением пользоваться объективными законами, то есть нажимать на те кнопки, которые эти законы нам предлагают. Более того, результатом проявления закона веры является несправедливое и милосердное деяние Божие, а механическое срабатывание бездушного объективного закона. То есть вы получаете что-то не потому, что Бог так захотел, а просто потому, что сработал закон. Так оно получилось. Хегин пишет, принципы веры одинаковы во всем, что бы ты не получал от Бога. То ли это крещение Духом Святым, то ли исцеление, то ли ответ на молитву, то ли финансы. Если ты изучишь эти принципы веры, то тебе будет очень легко получить от Бога, что тебе нужно. Опять же, обратите внимание, последовательность всегда одна и та же. Мы получаем от Бога. Не Бог дает нам, не Бог проявляет свою милость к нам, не Бог решает, что нам нужно, а мы получаем от Бога. На самом деле вера сама по себе как таковая, как вера, которую мы обладаем. Ведь человек, даже не верующий, во что-то верит. Допустим, верит, что стул, на который он садится, под ним не сломается. Это не значит, что эта вера меняет реальность вокруг него. Сколько раз мы садились на стуле, и они под нами ломались. Вера не меняет окружающий мир. Вера хороша настолько, насколько хорошо то, во что мы верим. Если человек верит в идола, которому он служит, этот идол не может вам помочь. Писание об этом говорит. Если человек верит в несуществующего Бога, этот Бог не может вам помочь. Если человек верит в то, что сломанный стул является целым, этот стул под ним сломается. Вера сама по себе не меняет реальность. Ценность, добродетельность и действенность вере придает ее объект. Тот, в кого мы верим, на кого мы возлагаем свое упование. Именно поэтому, когда апостол Иоанн призывает нас побеждать мир верой, имеет в виду не абстрактную веру в свою веру. Не абстрактную веру в свои слова. Он имеет в виду веру во Христа. Первое послание Иоанна, 5 глава, с 4 по 5 стих. Господь устами Иоанна говорит нам следующее. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И это есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Вера, которая нам нужна, это не вера в то, что мы верим. Это не вера в свою способность менять реальность. Это вера в того, кто имеет власть над этим миром. Власть в того, кто за нас умер, кто взял наши грехи на себя. Более того, сам Господь ясно и недвусмысленно показывает, что эта вера действует в жизни христианина именно тогда, когда мы вкладываем ее в просьбу, в молитву к Отцу. А не когда мы произносим наши слова веры как заклинания, ожидая, что они сработают. Рассчитывая на то, что закон сработает и некий результат мы получим. Евангелие от Матфея 21-22. Все, чего не попросите в молитве с верой, получите. Все, чего не попросите в молитве с верой, получите. Итак, мы поговорили с вами о том, что есть такое учение, которое называется «Закон веры». А именно некое представление о том, что срабатывает некий универсальный объективный принцип, действующий в жизни каждого человека. Если мы с вами научимся нажимать определенные кнопки, условно говоря, мы всегда получаем то, чего мы хотим. В результате получается, что воля Божия, его благое расположение к нам, его милость, она просто выпадает из картины. Мы живем в сфере законов, которые срабатывают вокруг нас. Любой закон, он всегда описывается какой-то формулой. У любого закона, который мы знаем, есть какая-то формула, объясняющая его действие. Такая же формула есть и у закона веры. И она четко прописана в книжках Кеннета Хейгена. Давайте посмотрим на эти моменты. Интересно, что формулу веры Кеннед Хейген вывел не эмпирически. То есть, он не пытался проверить много разных вещей и потом составить какое-то свое учение. Кеннед Хейген говорит о том, что ему явился Господь Иисус Христос и открыл ему эту формулу. Он в своей книжке, которая называется «Сам заполни билет от Бога» пишет следующее. Иисус, который явился ему в видении, сказал, запиши сверху вниз 1, 2, 3, 4. Закрыв глаза, я записал. Я знал, что в проповеди будут 4 момента. Он сказал, если любой человек в любом месте сделает эти 4 шага или воплотит на практике эти 4 принципа, «Он всегда получит то, что хочет от меня или Бога Отца». И в данном случае, наверное, наиболее пугающим в этой фразе для меня является такой вот оборот, который звучит «Он всегда получит то, что хочет». Я думаю, что все вы согласитесь с тем, что мы с вами грешные люди и поэтому наши желания совершенно далеки от идеала. Мы часто хотим тех вещей, которые хотеть не надо, не стоит. Похоти и страстей у нас с вами хватает, никто от них не избавлен. Если у нас с вами есть простой, элементарный, в 4 шага способ получить все, что мы хотим, этот мир просто взорвется. Его не останется на месте, он разлетится на кусочки. Трудно себе представить, какой ужас нас бы всех ожидал, если бы мы всегда получали все, что мы хотим. Я думаю, что в нашей жизни было немало случаев, когда мы чего-то просили у Бога, мы хотели этого, мы искали этого, и потом по прошествии какого-то времени оказывалось, что мы хотели не того, что было нужно. И только спустя какое-то время понимаем, что это желание на самом деле было нам ни к чему. Мы все хорошо знаем, что Господь попускает в нашей жизни какие-то испытания, которых мы не хотим. Испытания бедности, болезни, чем-то еще. Ни один человек не хочет быть бедным, ни один человек не хочет быть больным, ни один человек не хочет, чтобы в его жизни были трудности. Но Писание говорит о том, что именно переживание этих искушений впоследствии приносит мирный плод праведности, Господь наказывая нас. Помните, автор послания к евреям говорит нам о том, что никакое наказание в настоящий момент не кажется приятным, никто не хочет его получать. Оно после уже доставляет нам мирный плод праведности. Если бы мы получали только то, что мы хотим, если бы мы искали только этого, тогда мы на самом деле были бы все счастливы, здоровы, накормлены и так далее. Но, к сожалению, в духовном смысле мы были бы абсолютными инвалидами, потому что только, к сожалению, такими суровыми вещами Господь способен нас учить и вести дальше. Мы непослушные дети, в общем-то. В другой своей книге, которая называется «Новые пороги веры», Хиггин повторяет свое учение о четырех шагах, но ни одним словом не упоминает о том, что получил ее в откровении. И в этот раз он делает одно существенное добавление. Он говорит о том, что с помощью той же самой формулы веры человек получает спасение. То есть уже не просто какой-то ответ на молитву, а само спасение. Он говорит, может ли грешник сделать эти четыре шага и выписать себе билет у Бога? Может ли грешник сделать эти четыре шага и спастись? Следующий отрывок, то есть притча о блудном сыне, подтверждает, что да. Если те, у кого нет отношений с Богом Отцом, смирятся, как это сделал блудный сын, и сделают эти четыре шага, то Бог выбежит им навстречу и введет их в полноценное общение с собой. Можете со мной поспорить, если вам хочется. На мой взгляд, это проповедь «Спасение по делам» абсолютно однозначно. Ситуация, когда мы делаем некие шаги, и Господь в качестве ответа на наши действия дарует нам спасение. Удивительно еще одно. А немногим раньше, в той же самой книге «Новые пороги веры» Хейген приводит совершенно другой вариант четырех шагов, причем конкретно называет его формулой веры. Звучит он таким образом. Прежде всего, найди Слово Божие о том, что тебе нужно. Во-вторых, поверь Слову Божию. В-третьих, отказывайся принимать во внимание неблагоприятные обстоятельства или то, что тебе говорят органы чувств. И в-четвертых, хвали Бога за ответ. Совершая эти четыре шага, ты всегда получишь, будешь получать ответ. Казалось бы, второй вариант гораздо выгоднее отличается от первого, тем, что там Бог хотя бы упоминается. Беда в том, что само построение этой формулы, оно всегда играет на очень неприятной особенности человека. Человек очень легко отыскивает в Писании то, что ему хочется там найти. И примеров тому мы с вами видели достаточно, когда говорили о свидетелях Хейгову, когда человек толкует Писание так, как ему нравится. Когда мы говорим человеку «найди в Писании, найди Слово Божие о том, что тебе нужно», человек на самом деле без проблем такое слово находит и прилагает к себе те обещания, которые на самом деле ему никогда не давались. Если человек всем телом полагается на то обещание, которое он никогда не получал, соответственно, и рассчитывать на то, что он получит что-то, в этой связи нет никакого смысла, нет никакого основания. Естественно, ни один проповедник веры не говорит о том, что мы должны вырывать из контекста Библии какие-то слова, использовать их как мы хотим. Понятно, что было бы глупо, если бы они об этом говорили. Беда в том, что они сами именно так зачастую обращаются с библейским текстом, и, соответственно, мы вполне можем ожидать, что и люди, которые за ними следуют, поступают таким же образом. Еще один важный аспект, который касается закона веры, называется «сила веры». Фраза «сила веры» приобрела популярность благодаря одному из проповедников этого учения, которого зовут Кеннет Коплант. Этот человек последовательно и настойчиво утверждает, что вера – это не просто отношение нашего сердца к Богу, а некая объективная сила или энергия, которая приводит в действие духовные законы. То есть это уже не то, что мы с вами верим, у нас в сердце что-то происходит, а это просто некая объективная реальность, с которой мы имеем дело, какую-то часть нашего окружающего мира. Коплант пишет, «Духовный закон породил физический закон. Сила веры, духовная сила сотворила этот мир и те физические законы, которые им управляют. Вера – это духовная сила, духовная энергия, духовная мощь. Именно благодаря силе веры действуют законы духовного мира. Когда используется сила веры, эти законы действуют так, как определил Бог». В другом тексте в книге «Закон о преуспевании» он говорит, «Вера – это духовная сила и действует согласно духовного закона». Интересно, что один американский проповедник веры, который зовут Чарльз Кэпс, завел эту идею еще дальше, хотя казалось бы, куда еще дальше ее заводить. Он утверждает, что сила веры, которой мы пользуемся, настолько материально, что когда Господь творил Вселенную, Он сотворил ее не из ничего, а сотворил ее из силы своей веры. То есть все, что происходит вокруг нас, все, что мы видим вокруг себя, было сотворено именно из той веры, которую Бог обладал. Кэпс говорит, что вера была той исходной материальной субстанцией, которую Дух Божий использовал, чтобы сформировать Вселенную. Бог не сотворил мир из ничего, Он использовал силу своей веры. Вера – это вещество, исходный материал. Вера – это вещество, которое Бог использовал, чтобы сотворить Вселенную. Вера – это сущность всего, но ты не можешь ее увидеть. Вера – это духовная сила. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Для того, чтобы вы немножко лучше поняли, о чем идет речь, есть в этом учении такой аспект, который, как правило, так и называется – вера Божия. Дело в том, что один из текстов Писания говорит, Господь говорит, имейте веру Божию, имейте веру Божию в Евангелии от Марка. И, соответственно, многие проповедники движения веры, они истолкуют этот стих не как имейте веру, которая угодна Богу, и не как имейте веру, которую дает вам Бог, а как имейте ту веру, которая есть у самого Бога. И обычно ссылается на то, что Бог создал весь мир своей верой, Господь делал то, что Он сделал на земле своей верой. То есть, на самом деле, вера – это такой универсальный принцип, который действует везде и у всех. Бог его использует, мы его используем, Господь на земле его использовал. И вот отсюда, на самом деле, очень простой. Если мы с вами обладаем той же самой верой, которой обладает Бог, если Бог при помощи своей веры создал всю Вселенную, то неужели мы с вами при помощи нашей веры не можем создать чего-нибудь гораздо меньшее, обеспечить себе либо какое-то духовное благословение, физическое благословение, материальное и так далее. На самом деле, конечно, в том тексте, о котором идет речь, под верой Божьей имеется в виду вера, которая дарована нам Богом, вера, которая исходит от Бога. Беда в том, что конкретная грамматическая конструкция, которая использована в этом стихе, она на самом деле может быть истолкована по-разному. То есть, вариант имейте веру, которая есть у Бога, он тоже возможен. Но когда мы читаем его в контексте всего Писания, понятно, что вера это то, что есть у человека. Это исключительная принадлежность наша. Господу вера не нужна, Господь верой не действует. Вера в Писании всегда имеет некий объект. Мы верим во что-то, мы верим в кого-то. И та вера в Писании, которая нам нужна, о которой говорится, это всегда вера, которая имеется объектом Бога и Христа, который за нас умер. Веруйте в Господа Иисуса Христа. Опять же, как мы говорили, веруй в Христа, спасешься ты и дом твой. В него. Не веруй в спасение, не веруй в силу своей веры, веруй в Христа, который за вас умер. Еще вопрос. К какой вере относится плод Духа Святого? Здесь тоже указано, что плодом Духа Святого является вера. Это вера, которую человек не имеет, но она дается Богом? Или же все-таки это та вера, которая в человеке, но она возрастает и развивается в дальнейшей христианской жизни? Писание говорит о том, что тот факт, что человек верует во Христа, тот факт, что человек становится христианином, это не его собственное решение. Это то, что Бог делает в нашей жизни. И, соответственно, вот эта спасительная вера, вера, которая действует любовью, которая производит нас плод, вера, которая имеет центром своим Христа, не вера бытовая, которую мы используем, вера, которая дает нам спасение, это как раз результат действия Святого Духа в нас. Это конкретная грань какая-то, конкретный дар Бога. Да, совершенно вера. То есть, спасительная вера – это то, что Бог дает в нашей жизни. Человек сам по себе, пока Дух Святой его не возродит, он не способен веровать таким образом, чтобы быть угодным Богу. То есть, вера как согласие с определенными вещами, на нее способен человек неверующий, не христианин. И, собственно говоря, Писание говорит о том, что и бесы веруют, и трепещут. То есть, есть некая вера, которая спасти человека не может. Как в том же отрывке говорит Иаков, покажи веру твою без дел моих. Вот та вера, которая производит в нас эти дела, вера, которая приносит в нашей жизни благословение Христу, прежде всего благословение спасения, это вера, которая даруется Святым Духом. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»